АСХАТ САДУФ Брэнши, короче, кто подарил, второе, кто построил. Хотели сегодня про это поводу поговорить. Самая больная точка наша Астана, да? Которую сейчас некоторые люди почему-то называют Нур-Султан. А почему больная? Потому что мы здесь живем и постоянно тонем в пробках, нам негде ходить, мы там задыхаемся от воздуха. Вот эти вот все вещи, хотелось бы о них поговорить. Первое, пробки, да? Пробки. Что с ними делать? Честно говоря, это градостроительное упущение, скажем так. То есть школа градостроительная у нас советская. И как они использовали технологии в то время, и какая была методология, она породила то, что мы сегодня имеем на постсоветском пространстве. Это не только Нур-Султан, это другие города. Барве, смотришь, короче, Рита Ора и Манбек. Они снимают в Албании, а я первое время думаю, что это Павлодар. И вот, короче, везде Улан-Батор, Душамбе, Кищенев, Багарев, даже Польша. Все одно и все уродливо. Эти трубы. Они везде. Трубы. Трубы. Короче, расклад был такой. Трубы пока полежат, а когда мы достигнем коммунизма, мы их закопаем. В предизолированных исполнении. Уровень автомобилизации был низкий. И в основном как бы решались вопросы общественным транспортом. Соответственно, количество улиц было маленькое. И между этими улицами в основном находились микры. Микрояна застройка. Там проживали люди, которые прилагали труд в конкретном предприятии. И таким образом реализовывалась идея проживания коммунами и, собственно, сама идея коммунизма. То есть ты живешь в одном месте. Там же садик, наверное, да? Там школа и садик. Дети ходят в одну школу, все друг друга знают. И в микрах жить классно, потому что у нас есть допрососедство. Так как мы работаем в одном предприятии. Мы ненавидим друг друга там на работе и дома тоже ненавидим друг друга. Да, и наши дети друг друга ненавидят. Со школы еще. Со школы. И вот эта модель коммунизма, она вот была частью общества. И, собственно, элементом урбанистики. А сейчас микрорайоны не могут работать по такому принципу. Потому что мы уже выбираем жилье. Сами выбираем место, где жить. И все. Эта система сломалась. И теперь получается, что градостроители продолжают по советской кальке рисовать города. И если посмотреть на карту левого берега, мы видим, что у нас между улицами очень большие расстояния. А внутри, по сути, квадратный микрорайон. То есть с неформальными какими-то проходами. И отсутствие иерархии улиц. То есть у нас все улицы магистрального характера. То есть общегородского. И вот эти четыре улицы Хабамбая, Туран, Магаликель, Туркестан, они обслуживают весь левый берег. А поперечных улиц еще меньше. Ну то есть нет правильного подхода распределения потоков. А он должен выстраиваться, во-первых, по иерархии улиц. То есть если мы говорим магистраль городского уровня, то следующие улицы должны быть на порядок ниже, 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 ниже. И это вот такое должно быть распределение подобно кровеносной системе. То есть аорта, дальше артерия, вена, капилляры. И таким образом тогда происходит правильное омовение кровью. И город начинает устойчиво работать. И вдоль, скажем там, артериальных улиц у нас бизнесы городского значения. Дальше на порядок ниже, то есть бизнесы на первых этажах, то есть коммерция. Для жителей, да? Да, а уже на холодных участках там жилье. То есть там не обязательно иметь коммерцию. И вот так распределяется нормальный город. Даже в средние века там Утрар так работал и наши кочевые города так работали. То есть это была экономика улиц. Нужно, чтобы экономический каркас вдоль этой улицы тоже приносил налоги. То есть это основа города. Нам нужно всех коммерсов посадить вдоль сладких участков, для того, чтобы они могли платить ренту. Это вот принцип там торгового центра. Есть проходимые ряды, есть вторичные, третичные. И соответственно ты ренту ставишь на сладких участках повыше. И ценник должен быть дифференцирован. А вот с машинами, короче, как получается? Я постоянно двигаюсь на машине и никогда не бывает там парковки и так далее. И часто люди ставят, знаешь, ну там вторым рядом, третьим рядом закрывают тебя. Приходишь, говоришь, ты что делаешь? Парковку, где парковка? То есть это просто будет и ко мне. То есть ты, чувак, ты машину покупал когда? 50 лет назад, когда здесь нормально было. Ты же все отлично знаешь. Это твоя личная ответственность. Я тебе просто гражданин как ты. Я не должен строить парковки. Вот говорят, расширьте улицы. Помогает? Во-первых, парковочное пространство упорядочить. Потому что у нас нет порядка с точки зрения организации пространства. То есть паркуется где попало, потому что мы так нарисовали. Если бы мы им четко объяснили, где парковаться, то тогда бы проблем с парковкой не было. И потом, если посмотреть на ту же Бейбетшлик, которую расширили, сделали шестиполосной. Мы видим, что крайние две полосы используются как парковки. Люди просто тупо вдоль паркуются. Зимой крайние четыре. Чисто снег. Потоки ушли с вторым вокзалом. Да, и Бейбетшлик сегодня по сути четырехполосная с крайними двумя парковочными полосами. И эти парковочные места можно сейчас уже превращать заново в парковки, высадить на ней же деревья, сделать ее красивой, понятной улицей. И когда у тебя вдоль всей улицы есть парковочное пространство, тогда тебе понятно, как парковаться, и это не вызывает заторов. А когда у тебя дублеры, как на Мангелькель, и там вот эта вот хаотичная жизнь непонятная, и этот дублер, по сути, он не особо помогает. То есть он превращается в этот парковочный рай, потому что во двор заехать невозможно, там шлагбаум, и все паркуются на улице. И это неправильно с точки зрения экономики города. То есть если говорить о городской экономике, мобильность должна быть на первом месте, парковочное пространство должно приносить доходы в бюджет города, и этот порядок нужно выстраивать. Несколько факторов, которые влияют на качество городской среды. И уровень земли – это основное удобство для пешеходов. Мы, потому что биологические заложники ходьбы. То есть люди обязательно должны ходить, потому что кровеносная система иначе не будет работать. А у нас сейчас получается ситуация, что нам нужно ходить в спортзалах. То есть ты приходишь и там ходишь. А здоровый город, он стимулирует ходьбе. Ну, по Алмате-Панфилово, в нее вложили там 10 миллиардов тенге, да, и типа дорого, туда-сюда. А на самом деле она дала свой эффект экономический. Вдоль нее выстроился каркас коммерческий. И этот коммерческий кластер сейчас приносит там, налоговую базу пополняет, и в целом развитие самого центра пошло. И все примыкающие улицы начали тоже как бы коммерциализировать. Тем самым, если там говорить о Торонто, да, где они вложили там какие-то невероятные деньги в набережную, то там через три года это все окупается. То есть подобные проекты, на самом деле, они становятся драйверами экономики города. А вот наш огрызок, так называемый Арбат, он тоже драйвер? Ну... Юрты вот с дяденьками, которые продают значки советского периода. Помнишь, да, мы брали там? Наш Арбат, он часть набережной, он часть республики. То есть здесь как бы комплексно все работает. И если говорить о юртах, это больше такой элемент какой-то блошинки, да, который, в принципе, должен быть в каждом городе. Просто нужно его правильно упаковать, и эти вещи должны управляться. Сегодня это все как-то происходит. Упаковать это как? Назвать? Арт-спейс? Да, там. Вас же любят просто? Да. Gathering space. Там это не пробки, на английском скажешь. Это вот артизан-спейс. Артизан-спейс, да. Ну, упаковать с точки зрения project management. То есть это должен кто-то сделать некий продукт, который будет работать как часы, а не так вот сумбурно и спонтанно. Да. Что касается вот этих вот вещей, да, то есть в Алматы люди говорят, круто ходить и так далее. Я согласен, обожаю там ходить. Не везде. Но, тем не менее. А у нас часть людей… Не вдоль сайна. Там нормально. А у нас часть людей имеет мнение, что в Астане ходить можно там, ну, три месяца в году, все остальное время ты ходить не будешь. Все равно будет холодно, тебя будет там сбивать ветер и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать, что в Алмате холоднее зимой. Она просто короче зима. Вот вопрос. Она короче, но она холоднее. Влажность. Потому что из-за влажности… Я даже в том же Таразе один раз попал на 15 градусов, я не смог в своей астанинской куртке сопротивляться холоду. Потому что влага… Таразскому гостеприимству. Ну, в общем… Ну, то есть это вот аргумент типа у нас тут зима, холодно и так далее вообще не работает на самом деле. То есть в Торонто получилось и у нас получится. Да, в Финляндии получилось. Ну, то есть… Безинсул полар? Ну… Похоже. Похоже. Похоже, да. Похоже. Похоже. Да. Похоже. Варнивул махмуса в Астану на этот музык. все что больше 500 тысяч она будет развивать она будет как магнит и притягивать основное население то есть большинство планеты там по подсчетам он будет жить в городах больше 500 тысяч этот тренд он дойдет там до 70 процентов сейчас у нас там чуть больше 50 процентов живет городах уже соответственно этот процесс будет урбанизация продолжаться и у нас на карте получается 3 миллионника караганда ах тебе это вот ключевые большинство города будущее следующие города республиканского значения до верма сышим кинды и коммун от салары алимдега ops пай зильдер и в основном здесь 40 процентов полчал отеку и маленькая особенно агпарат на 100 процентов 100 процентов 20 процентов около 20 процентов в году около 50 процентов больше. Если говорить о городах, которые до 500 тысяч, Атрава и Актау, у них есть возможность развиваться. Актау это туристический город, который будет в любом случае привлекать людей. И там есть смысл развивать. Атрава по понятным промышленным причинам, и у него сейчас 300 с чем-то проживает людей? В области. Не в городе. Плюс экспаты, плюс бахтовики. Я не знаю, если их посчитать и какой оборот они дают валовые для этого региона, то в принципе у Атрав есть шансы. Не только потому, что он промышленный, у него прекрасный климат по сути. Там зима короткая, она мягкая. Конечно нужно решать вопрос по экологии, чтобы люди хотели там оставаться. Вот есть Урал, есть история. На Урал что? Есть... Афтубе. Да, весь Запад. Есть интересная история, связанная там с орешиком. Давай про с орешиком. У тебя был какой-то проект с орешиком, да? Был запрос от Акимата области. Понятно, что в прошлом году мы провели 750-летие Орды. И главный город Орды находится в Атравской области. То есть это столица Золотой Орды. Это город, который основал Бату-хан Джучиевич Шенгасов. Шенгас Тига, Джошула, Бату-хан. И это историческое событие, оно на самом деле, наверное, одно из самых сильнейших на территории Казахстана. То есть если посмотреть на пантеон в Туркестане, то в принципе тот пантеон, который есть в Сарайшике, он тоже не уступает. Там кто? Там из наших ханов как минимум двое. Из золотодинских, по-моему, пятеро, да? Семь ханов, включая Касым-хана, при котором казахское ханство получило рассвет. Миллионник. Блогер-миллионник. Кроме пантеона, там нашли раскопки и очень интересный артефакт. То есть найдена фасадная облицовка персидского производства. Ее караванами доставляли в главный город, в один из главных городов Орды, то есть как раз-таки кочевой город. Он не похож на… А вот что такое кочевой город? Кочевой город – это точка коммерциализации кочевой цивилизации. То есть это место… Там, где сбывает продукцию. Да, то есть туда были направлены караваны и остановки караванной до сих пор в Атравской области есть. То есть это колодцы, там где мазары и колодцы, то есть это ориентир географический плюс колодец, которые дают каравану пойло. То есть Басанда, примерно, кочевой город в Ламбатор, когда там типа летом одно население, а зимой, короче, вот эти юрты стоят вокруг города. Ну, просто зимовка. Да, да, да. И типа другое население, вообще другая инфраструктура. Полностью город меняется, я думаю, может что-то такое. Да, и вот этот ордобазар, термин, он как раз был присущ кочевому городу. То есть туда примыкали кочевое население, оно могло там совместно проживать вместе с оседлым населением. Ремесленники стремились в города, где была хорошая экономика. Он был пятидесятитысячником, и это серьезный мегаполис для средних веков. Это крупнейшие города Европы в одно время были, да? Да, то есть пятьдесят тысяч для города в степи, это серьезный уровень, и экономика караванов проходила через этот город. Там была ирригация, были орошаемые поля. Они даже как-то с водой, да, там, направляли реку в город, что-то такое? Да, гидрологи там работали, то есть реку поворачивали для орошения. И была система канализации, то есть водоотведение, были найдены трубы глиняные, и это была достаточно развитая цивилизация. Плюс монет очень много разных периодов. То есть каждый хан, он чеканил своей монетой. Ну, вот бренды шахтала, бренды, валюты. Купюры. Двадцать тысяч, да? Вот. Зачеканил. Зачекинился. Да. И вот фасадный материал, самое интересное, говорит о том, что там была прекрасная архитектура, которая не уступает там Самарканду тому же, да. То есть примерно из того же материала был выстроен, выстроены фасады зданий. А вот по кирпичу? Кирпич. Типа местный, ты говорю, типа он построен из вот чисто made in Kazakhstan. Ну, условно. В отраве есть глина своя, ее обжигали, делали кирпич. И самое интересное, что там был отпечаток собачьей лапы. Это был как бы штамп заводской, чтобы было понятно, что он произведен. А это мастер говорит, да? Не совсем мастер, а скорее всего продукт, чтобы можно было понять, откуда кирпич. И самое интересное, на мавзолее Алла-Шахана примерно из такого же кирпича, но там отпечаток волка. То есть это по сути завод-производитель. И эту традицию потом россияне, российские купцы переняли, и в дальнейшем мы видим, кирпич даже меняет форму, но вот это вот лапа птицы, лапа кошки. Что-то у них животное обмельчали. Да-да. И лапа медведь. И вот эти вот штампы, они встречаются в российских кирпичах более позднего периода. В то же время используются в Туркестане и в Туркестане, которые живут кирпичам еды и не дают кирпичам, который может быть до Кирпича. И тогда мы нужны, что пищеварное будущее. Туркестан, военные в Туркестане. У меня в разных странах, которые нет, а в Узбекистане, в Туркестане и в Туркестане. или даже в сарае в Астраханской области, который для фильма «Урда» построили из ящиков. Ужасный фильм, кстати. Отвратительный там еще. Сарай. И воссоздать архитектуру, наполнить какими-то функциями, которых нет, например, ватрау. Ватрау нет бань общественных нормальных. А в сарешаке были? Арам с конца жзелю шахрам был. Арам с конца жзелю шахрам был в Луксорке. Если вы узнаете, в ЮНЕСКОН 3-й годы, в Кунду гимаратах, в Тарихе, в Насандахах, в Луксорке. 15 лет, в Казган, в Луксорке, в Луксорке. В Луксорке, в Луксорке, в Луксорке, в Хип-хоп туралы, за сайт мир комплексы и не пара шавар soldier дед ты 1 артист пара луна люксора и сон раскручивает рекрутинг нереального отказ и оснащи рашлыки линдер деньги да да то есть тематический парк однозначно должен быть с какими-то какой-то туристической туристской инфраструктуры то есть отелей гостевые дома у тех же скажем людей которые проживают там они могут выдавать гостевые дома что там понятно там какой-то коммерческий класс ресторан и вообще пить бани и тому подобное вот со средневековым скажем так средневековым духом для того чтобы привлекать туда и рассказывать про этот уникальный факт то что венецию не сделали главное чтобы я от арабской венеции не хватало а не менял зеленый поиск пин суги волом она ярко ладам сала батста кубки и север мид пизде неркен салас надо бар шанс там добару максон барма окей не горжа рынка бизнесах на нигде жокен дим до альдебр и решить терром если говорить про пояс проблема самого города траву это каспий то есть каспий звучит плохо и плюс и минус каспий на уровне четырех метров ниже земли находится под от ирал и это вода морская она испаряется летом и получается зеркалится об город об здания дороги фундамент и и тем самым уровень морской воды подымается на минус один метр то есть по сути любое растение кроме камыша и карагача она просто ну и вы возможно они погибают либо впадает в депрессию еще проблема в том что когда он почему ты плакучи потому что я впала в депрессию и стволы даже когда закупориваются этой солью они просто потом не пропускает через себя воду и и от мира то есть там нужно обильно поливать эти растения для того чтобы вот этот пресная линза возникала и гидравлический выдавливала грунтовые воды соленые нужно постоянно перед таким а там все растет прекрасно потому что они их два раза в день поливая а вот в астане сейчас парков стало много и некоторые из них знаешь как будто бы ну как будто бы они вышли там из советского периода и дальше не прошли например я вот живу недалеко от парка жицу до этого он был парком а рай вот сейчас жицу мне нравится парк когда он был спроектирован сделан он был офигенный первый там два месяца потом его ну засрали просто знаешь когда ты идешь по парку который неплохо сделан там тематический там шаран там что-то еще и тут раз тебе бтр стоит короче с этим с калашом который надо там стрелять и он что-то кричит там где люди там с этими ватой попкорном картошкой твист ну это вот видишь проектирует парке одни люди строят и другие управляет ими 3 да и вот эти вот вторые и третьи обычно вот фигня но но это как возле батерека машинки да да и прикол в чем до того был сау жицу был арай парк он был настолько скучный парк там ничего не было там неинтересно это как жиру их например он тоже ну дохлый парк совершенно ботанический парк это же ну я не знаю что это гнище но ботанический вырасти извини ботанический вырастет со временем то есть у нас у советских людей и постсоветских людей которые продолжают жить в советской ментально запросы низкий запрос на парк он на парк культуры и отдыха да вот этот вот карусели там сладковата кинотеатр вот эти атрибуты чисто советского парка а если посмотреть интересно что это типа советский парк но он потребляет ски страшно да ну то есть просто видоизменилась мы же тоже за потреблением ехали то есть покататься на аттракционах по есть мороженое поесть мороженое сладкой ваты и как бы это был досуг а если мы говорим о парках как экологии и природе в городе то парк должен оставаться вот в таком природном первозданном виде то есть не должно быть брусчатки там должно быть тихо спокойно уединенно и много зелени маленький лес получать да то есть парк по сути он несет функцию природы в городе и 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 по и Да. И есть книга 1940 года, 50-го года. Автор Лавров называется… Не тот самый. Не тот самый, да. Книга называется «Городостроительная культура Средней Азии». Там описываются все города шелкового пути, включая Сайрам, Атрар. И там как раз таки описывается, как формировалась городская структура. И там в то время работали с климатом. То есть затеняющие улицы, зелень, водоснабжение, плюс ориентирование. То есть архитектура улиц работала на углу башни. Это особенность этих городов. То есть ты можешь ориентироваться по архитектурным элементам внутри города. Как в Бухаре примерно. Вот так вот. Если я правильно помню мой экспириенс в Бухаре. То есть там описываются и Бухара, и Самаркад. А мы далеко от этого отошли, я так понимаю. Вообще это не принимаем во внимание. Мы в градостроительстве не используем даже наши древнетюркские элементы в градостроительстве. Только ОЮ нефтемский. Болбалы поставить все. Происходит то, что это закономерно, я считаю, что это постмодернистская градостроительная среда. А вот Карас Жамарт говорил про Дубай, да? То, что нельзя вот особо пешком походить и так далее. Говорят, мы сдали свои города машину. И Астана, наверное, один из тех городов, который был сдан вот с потрохами машинам. То есть гулять тяжело. На еще как бы на правом берегу можно, на левом это реально бывает не очень удобно. В этом плане, вот я смотрю, Астана победила там какой-то международный конкурс по мастер-плану и так далее. Мы вот планы эти делаем, нафига, если вот этот город превращается в непонятно что? Или это все не про это? Это типичный американизм. Когда вся экономика Америки и идеология американской мечты была про автомобиль и жилье. То есть это потребительская экономика. И мы стали заложниками этой идеологии, и Дубай в том числе. Единственная разница, у нас нет автопрома. Ну, честного. Есть отверточки. Да, тазы делать надо. И мы, то есть наши архитекторы, которые принимали решения, они все сами автомобилисты. И когда в 2014 году в Венеции была конференция, где ученик Куракавы обрушился с критикой и призвал к ответу наших архитекторов, то там был человек из Экспо, который, из нас компания Экспо, который откровенно сказал аудитории о том, что у нас все классно. То есть я спускаюсь в паркинг на лифте, еду куда мне нужно, заезжаю в паркинг, поднимаюсь на лифте на рабочее место и, типа, я комфортно пребываю. Человек живет в 3030 году, походу. Супер, супер современном городе. Это же. И он это искренне говорил, потому что… Мировому светилу урбанистики, да, он такое объяснял? Это считалось, то есть… Типа цель поставлена, цель выполнена, я так и хотел. То есть и наши архитекторы, скорее всего, так же мыслили. То есть город для автомобиля – это круто. И когда я вступил в полемику с одним из бывших архитекторов города, он конкретно мне сказал, город нужно формировать с окна автомобиля. Это произнес человек, который руководил городом с точки зрения архитектуры, который получил образование советской архитектуры, который работал на кафедре архитектуры. Который, видимо, очень хотел машину купить с детства. И вот эта американская мечта нас привела к таким городам. Ну, кстати, вот смотри, американская мечта, говорим мы, да, но я так понимаю, американцы не дураки, да, у них это довольно давно процесс идет, и они пытаются его спять повернуть, но не могут. То есть это ошибка, которую они уже давно признали, но не могут ничего с ними сделать. Недавно, недавно признали. Когда? Движение нового урбанизма возникло в Америке в 86-м году. Казахстан получил независимость в 91-м. Ну, то есть это относительно недавно. Они в 70-х годах продолжали политику автомобилизации, и они, у них были прекрасные города человеческие, да, человекоцентричные. И они там убили трамвай в Рочестере, чтобы построить вместо нее кольцевую автостраду, путепровод, да, для того, чтобы автомобилизировать его и построить бетонную вот эту вот инфраструктуру, так называемый бетонный лобби, который произошел у нас с ЛРТ. ЛРТ, мы же могли его построить по земле, но мы выбрали более… БТР, да? БТР. 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 дешевле снести и построить по земле еще задача сайс да потому что когда мы построим отапливаемые остановки и кондиционируемые летом помнишь какой был скандал с ними да сколько миллионов он стоит то есть красная фигня где бумажки да это будет представляете да какая дорогостоящая инфраструктура за который нужно постоянно ухаживать и и там должны быть лифты эскалаторы это сумасшедшие деньги которые государство должно инвестировать и постоянно выделять бюджеты на обслуживание или же нужно отдавать этого управления каким-то девелопером еще и субсидировать либо нацкомпании то есть мы сами себе построили супер дорогую инфраструктуру и вы это все подсмотрели в дубае к трюкстане у атерш козер сол джагалов 20 виду тот же автор да да тот который руководит машины туда-сюда ездить не тот человек который руководил вас многим планами делал геймплан для астаны и руководил этим документом астана геймплан разрабатывал генеральный план туркиста он по-твоему удачный хотя задача какая ставилась наверное время покажет у него характер другой то есть это такой же город с амбициями на туризм я и с точки зрения туризма он если будет пешеходным то есть принципе но но нужно конечно много работать с климатом потому что там очень жарко и вот этот водоем меня немножко смущает уходы на ресторан до искусственного как некий фан да как некий лас-вегас это прикольно и он увеличил туристические потоки люди стали просто ездить туда чтобы просто посмотреть плюс они открыли авиапотоки прямые стамбул стамбул и скорее всего этот список будет постоянно сколько это политическое решение открыть эти потоки авиа насколько она сама себя окупает вопрос конечно 2 потому что столица тюркского мира в эти все саммиты которые должны быть олимдеги и нам гайло проектировать жанна топ-колор на танж если говорить про ангайло жруги там подистрировали я если говорить про генеральное планирование который с нуля был спланирован и это получилось и автор угадал скажем так со своей теорией потому что это была теория его собственная теория которая называлась теория урбанизации слово урбанизация с каталанского начала проникать в это просил в другие города то барселона потому что это был проект с нуля да вот эти вот кварталы доводят квадратики что дома и скажем там лондон развивался органически париж развивался органически мадрид эти города они все развивались там постепенно и как бы методом проб и ошибок то есть если говорить про лондон то там были улицы с конюшнями и парад хорошо пожары были в том числе да хорошо пожары да много убили мол что абсолютно великий пожар я помню это не там там этого дома у меня подозрение что это великий поджог потому что владельцам их снести невозможно пришлось устроить пожар первый получается барселона с точки зрения планирования с нуля до вашингтон тоже с нуля спланировали и это хороший проект получился бразилию плохо спланировали бразилии а когда-то плохо спланировали с нуля планировать я видел у варламова там типа бразилия был ролик оттуда и типа 2 астана ну скорее всего это мы 2 бразилия с фавелами и блэнджеком но у нас не все так плохо потому что у нас есть цельноград основа ну да вот смысле правый берег если говорить про такие города типа бразилия и путражая тоже они как бы административные мертвые центры и по сути грамотное планирование города она обеспечивает экономику да пространство и экономика пространства должна быть частью документации градостроительной у нас к сожалению она советская советское время не было малого среднего бизнеса соответственно там ничего не сказано про то как должен развиваться малый средний бизнес и где это должно происходить а вот в мастер-плане четко все расписано и сама методология инструментарий он передан то есть мы сегодня научились это делать и мы даже начали анализировать другие города и мы видим явные ляпы и ошибки и как это можно улучшить и если говорить вообще об истории и о теории советское градостроительство там два ключевых момента это город сад когда берется идея говарда английского социолога который предлагает модель города сада то есть это соседствующие но природа и город в одном месте и это произошло потому что он родился в сети и он тогда утопал вот в этой индустриализации угольный да вот это стоял на на темзе и и сити он был и очень индустриализирован была высокая плотность постоянный дым пароходы краны герва и да и он создал даже он построил город велвин и этот город был к некий кооператив людей инвесторов которые помимо того что они его построили они также управлять должны были этим городом то есть идея была то есть сама социология пространства она была первична а среда была вторична и предлагал снеге карпа кооператив жителей этого города который будет сопереживать пытаться сохранить природу соуправлять торговым центром и и даже заказ товаров в этот торговый центр зависел от кооператива людей и эту идею большевики подхватили как некую социалистическую составляющую но в итоге получилось только форма у него есть такая известная диаграмма функциональная как некая схема блок схема алгоритм как должен работать город его буквально приняли за карту и просто начали и накладывать да да и получается степень заблуждения как если бы мы на земле чертили меридиан то есть это первый ляп 2 это ли корбюзье со своей идеей лучезарного города который по сей день является эталоном для возрастных архитекторов что ли корбюзье он типа короче классный градостроитель интер да да на самом деле он предлагал снести исторический париж и застроить их крестообразными башнями я читал такой вот и то есть это мы получили то есть наш нуржо это вот продукты корбюзье прям один один и вот эти два две теории оба утописты градостроительстве и город сад говарда и лучезарный город ли корбюзье это утопические две теории которые советский союз взял за основу и они изначально были сомнительные он еще и взял еще испортил мы продолжаем это делать если посмотреть что мы построили на за там 30 лет независимости мы это только микры по всему казахстану большие человеке большие человеке отсутствие улиц рассадник криминала и я и отсутствие развивающие малого среднего бизнеса то а то о чем мы говорим его можно воплотить с правильной технологии но к сожалению сегодня вот этот клуб людей которые проектируют градостроительную документацию по всему казахстану из одного источника на минуточку то есть у них есть форточка в виде топосъемки которая дает право дсп для служебного пользования и они из одного источника закупают всю градостроительную документацию и все зависит от квалификации этого источника вот сегодня пока так но россия сегодня стала говорить о мастер-планах о том что нужно менять градостроительную документацию мы пошли на опережение в шестнадцатом году приняли решение и в семнадцатом восемнадцатом стали разыгрывать сначала мы т.з. сделали потом конкурс на т.з. потом конкурс на сам мастер-план там сам мастер-план писался и это исторический момент потому что во первых мы написали топовый документ в мире то есть на это признала экспертное сообщество планеты на 57 конгрессе вдохи да и выдохи а сейчас и и сейчас у нас есть возможность эти технологии и все инструменты которые внутри сидят разложить по всем городам получится если будет на то политическая воля а у нас все зависит от политической воли туда получится мы уже мы уже смело смотрим на города мы уже смело находим ляпы мы смело предлагаем что с этим делать и у этого есть четкий математический анализ который выходит в графике и ты мог видишь уже четко по по тепловым картам где должен бизнес шевелиться где должен быть центр кроме поле центра то есть общегородского центра еще должны быть локальные центры то есть некие участки улиц которые должны работать типа экспо бульвара которые должны работать на локальном уровне и это все измеряем и мы можем любую территорию как существующую так так и новую до измерить потому что это простая математика там делает компьютер он анализирует и показывает графики где ты четко видишь где у тебя должна быть коммерческая активность мы будем надеяться так и получится а на сегодня рахмет наверно все заканчивать вам рахмет да будем надеть все хорошо получится нас и будет политическая воля а а